Экономические споры Их чаще всего разбирают судьи краевого арбитражного суда Совещание, посвященное итогам деятельности госоргана Кубани Провел губернатор Вениамин Кондратьев Получить оценку работы городских служб И обсудить реальные варианты решения проблем жителей Мэр Евгений Первышев сегодня встретился с общественностью Западного округа Краснодара Расскажем, как идет развитие этой части города И что интересует горожан Когда высший класс означает опасность Экологическая ответственность должна стать делом каждого И для этого мы решили предоставить варианты правильной утилизации Самых частых соседей городских мусорных контейнеров Автопокрышек Дома и стены помогают Локомотив Кубань вернулся после двух выездных игр С не самым приятным настроением в команде Но все же порадовал болельщиков Вспомним главные награды И вновь погрузимся в атмосферу победы В этот день ровно пять лет назад Официально открылись Олимпийские игры в Сочи Но начну этот выпуск с другого Сегодня из-за оползня под горячим ключом Обрушилась дорога Это случилось в результате подмыва реки Псикупс В станице Бакинской Дорога ведет к хуторам Северный и Малахаткин Важно, что сообщение между населенными пунктами Не нарушено, так как есть объездные пути На месте работают спасатели Сообщает пресс-служба краевого МЧС Сейчас решается вопрос о введении режима ЧС В населенном пункте На месте обрушения выставлено оцепление Отрабатывается альтернативный проезд По улице Октябрьской Будьте внимательны, планируя поездку в этом направлении И проверяйте заранее информацию Мы, в свою очередь, будем следить за развитием ситуации В краевом арбитражном суде сегодня подвели итоги работы за год В совещании приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев Председатель ЗСК Юрий Бурлачко И начальник управления ФСБ края Игорь Колосов С подробным докладом выступил председатель арбитражного суда края Алексей Егоров Он рассказал, что в 2018 году работники Фемиды рассмотрели около 50 тысяч дел Глава региона отметил, что от качества работы судей Напрямую зависит авторитет и деловая репутация края Ведь задача исполнительной и судебной власти состоит в том Чтобы совместно обеспечить соблюдение закона во всех сферах жизни кубанцев Решение и мое и ваше Безусловно, можно отменить только вопрос в сроках и времени А вот последствия, которые оно породило Порой изменить практически невозможно Или возможно, но ценой огромных-огромных усилий Это тоже должен помнить каждый О последствиях, об эффекте, о чем я сказал от нашей работы Это, наверное, самое главное Что должна делать власть, любая власть Судебная, законодательная, исполнительная Добавляться результатов, видимых для жителей нашего региона А в противном случае она не власть Или изображает обязанности власти Так оценивают люди, простые люди, коллеги Бизнес, в том числе, юридические лица Вашу, нашу работу Сегодня мы видим, кубань растет, развивается Край идет вперед, меняется на глазах В этих условиях возрастает важность экономической безопасности И правопорядка, соблюдение конституционных прав граждан И законных интересов организации Повышается значимость судебной работы На арбитражный суд смотрят, как на беспристрастный гарант справедливости В сфере предпринимательства Вениамин Кондратьев поблагодарил судей за поддержку в важнейших направлениях Градостроительной, сфере земельных и имущественных вопросах Большая часть дел касается экономических споров В том числе банкротства компаний В первую очередь этот процесс Не путь для передела имущества А способ вывода предприятий из кризиса Отметил губернатор Фиктивное банкротство, об этом говорят И те работники предприятия, которые попадают в это фиктивное банкротство Первые говорят о том, что хорошо работающие предприятия Набирающие экономические темпы Вдруг становятся банкрот Коллеги, вот каждый должен понимать Что институт банкротства Это институт выхода из экономически трудной ситуации Но не способ передела наделенного Как подчас у нас превращается этот институт банкротства В способ переделить Вот здесь очень важно, чтобы суд стоял на страже В том числе нормального работающего предприятия И ни в коем случае не пособничал тем, кто на самом деле хочет рейдерски его захватить Арбитражный суд Красноярского края демонстрирует динамику улучшения основного показателя работы В части устойчивости судебных актов при их обжаловании От числа рассмотренных судебных актов В 2018 году отменено изменено 2,6% Арбитражный суд края занимает пятое место в стране по уровню загруженности В первую очередь этот показатель говорит о гражданской и экономической активности жителей Кубани Нагрузка у вас одна из самых больших на вас В стране около 130 дел в месяц Друзья, если посмотреть с другой стороны, конечно, сложно, конечно, трудно Конечно, она огромная Но с другой стороны, это показатель активности экономики региона Значит, есть о чем спорить Есть то, что является сегодня предметом активности бизнеса А это хороший для нас показатель Потому что экономика не просто живет, она развивается Раз количество дел растет Это экономический спор Еще раз подчеркиваю, экономический спор На итоговом совещании Вениамин Кондратьев и Юрий Бурлачко Вручили государственные награды Медалью за выдающийся вклад в развитие Кубани первой степени Губернатор отметил председатель арбитражного суда края Алексея Егорова К другим темам, чтобы обсудить проблемы горожан Рассказать о планах Глава города Евгений Первышев регулярно проводит встречи с общественностью 2019 год начался с такой встречи в западном внутригородском округе Что уже сделано и что будет сделано в ближайшем будущем на этой территории Расскажем в нашем следующем материале Вопросы бытовые, но важные для каждого жителя западного внутригородского округа Это ремонты дорог и фасадов, благоустройство дворов и транспорт Проблемы общие для всех, и они решаются К примеру, в этом округе уже в наступившем году отремонтируют 10 участков дорог Они вошли в нацпроект, безопасные и качественные дороги в том числе и благодаря активности самих жителей Жители улицы Северной переживают за фасады своих домов Ремонт которых отодвинули на 2028 год При этом взносы за капремонт они платят исправно 87-84% это образцово-показательная собираемость И такие дома надо выделять и наоборот продвигать по списку Там, где люди исправно платят и верят в программу капитального ремонта Их необходимо, конечно же, поощрять тем, чтобы делать этот капитальный ремонт в этом многоквартирам-живом фонде Большая программа по ремонту внутридворовых территорий и установке новых лавочек, качелей и городок для детворы Вместе с жителями депутаты городской думы определяют, что необходимо сделать в первую очередь Это деньги поймут на дооформление детских игровых площадок Оборудование, закупки оборудования на спортивной площадке Это ремонт внутридворовых территорий, чем будет заниматься внутри городской округ Средства на эти запланированные программы На встречу пришли более 300 жителей округа В повестку дня было внесено около 40 вопросов От легко решаемых, как установка лавочки До серьезных, как строительство и реконструкция сетей водоснабжения Каждую тему разобрали детально В такой обстановке получить ответы на злободневные вопросы, это очень актуально Эти встречи помогают решать многие вопросы И Евгений Алексеевич слышит проблемы, которые есть Естественно, проблемы концентрируются И какие-то проблемы, как мы сегодня слышали, походу уже даже решены были Очень-очень нам помогают Спасибо им большое Такие встречи с горожанами глава города проводит регулярно Здесь есть и контрольная задача Проверить и получить оценку от жителей Как работают городские службы Не менее важно обсудить решения проблем, которые волнуют жителей И, конечно, сверить планы по ремонту и благоустройству разных районов Краснодара Анна Григорьева, Артем Статюха и Алексей Попов, телекомпания «Краснодар» Новое назначение министром ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Стал Евгений Зименко, который с декабря 2016 года Занимал пост заместителя главы Краснодара Соответствующее распоряжение подписал Вениамин Кондратьев Представил нового главу ведомства первый замгубернатора Андрей Алексеенко Евгений Зименко родился в станице Пластуновска и Денского района Окончил Кубанский аграрный университет По специальности экономика и управления на предприятии АПК С 2009 года работал в системе ЖКХ Краснодарского края и города Краснодара Занимал должность заместителя директора департамента городского хозяйства Сочи Затем был директором Краснодарского горжелхоза В ноябре 2015 года был утвержден на должность директора департамента городского хозяйства ИТЭК В администрации Краснодара И до сегодняшнего дня был вице-мэром Мы поздравляем Евгения Владимировича с повышением И желаем дальнейших успехов в карьере на новом рабочем месте Это город сегодня и вот что вы увидите далее в выпуске Вспомним главные награды и вновь погрузимся в атмосферу победы В этот день ровно пять лет назад официально открылись Олимпийские игры в Сочи Намеренное убийство или трагическая случайность Переднеазиатский леопард Килли выпущенный по программе восстановления популяции погиб на территории Абхазии Идет расследование Когда высший класс означает опасность Экологическая ответственность должна стать делом каждого И для этого мы решили предоставить варианты правильной утилизации Самых частых соседей городских мусорных контейнеров, автопокрышек Личные вещи бойцов, военные артефакты и главные живые истории участников войны В зале боевой славы Краснодара открыта экспозиция Посвященная 30-летию вывода войск из Афганистана Дома и стены помогают Локомотив Кубань вернулся после двух выездных игр с не самым приятным настроением в команде Но все же порадовал болельщиков Жаркие, зимние и самые наши Олимпийские игры в Сочи сегодня отмечают свою пятую годовщину В этот день рождения мы вспоминаем о победах И оглядываясь назад пытаемся осознать, что эти игры привнесли в нашу жизнь Окунулся вновь в те яркие Олимпийские дни И попробовал выявить главное завоевание Белой Олимпиады 2014 Мой коллега Антон Балзовский И нас действительно тогда догнать никто не смог Это была первая в постсоветском времени Олимпиада, которую мы выиграли по всем статьям И ведь такое ощущение, что не раскрывшееся Олимпийское кольцо И весь пьедестал, занятый российскими лыжниками в последней гонке на 50 километров Был только вчера Олимпиаде в Сочи исполняется всего лишь 5 лет Но за эти 5 лет она внесла глобальные изменения в спортивную жизнь края и нашего любимого города Однако главное наследие этой Олимпиады это люди, в судьбу которых она ворвалась и изменила навсегда Сергей Добрин переехал в Краснодар сразу после Сочинской Олимпиады по совету своего тренера Нины Мозер Которая воспитала двух олимпийских чемпионов 2014 года Максима Транькова и Федора Климова Говорит, что ни секунды не сомневался, когда поступил звонок из Краснодара Из Москвы я уехал легко Я хотел что-то свое Я знал, что здесь отличная база Я знал, что здесь будут предложены отличные условия для работы А то, что я придется начинать все сначала, меня абсолютно не пугало То есть развивать менталитет людей, развивать спортсменов Из поколения к поколению расти, создавать конкуренцию сначала в крае, потом в России, потом, надеюсь, в мире Поэтому я с Москвы особо не жалею, что я оттуда уехал Сейчас у Сергея около 20 подопечных, возраст которых чуть больше возраста Сочинской Олимпиады Но они уже точно знают, почему выбрали фигурное катание и на кого будут равняться в будущем Мы поехали на Олимпиаду в Сочи, там выступала Левницкая Ну, мне очень понравилось и я решил пойти в фигурное катание Я выбрал фигурное катание, потому что я посмотрел Олимпиаду в Сочи Особенно мне понравился японский фигурист Юдзуруханю Я захотел делать как он, и поэтому пришел в фигурное катание И пусть у этих малышей, как и у всего фигурного катания на Кубане, еще очень длинная дорога до Олимпийских вершин Сомнений в том, что она будет пройдена успешно, никаких нет Так же, как и у кубанских хоккеистов, которые уже составляют конкуренцию командам из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, где хоккей с шайбой давно на высоте И здесь тоже не обошлось без Олимпийского вмешательства Денис Авилов закончил с большим хоккеем раньше, чем хотел из-за травм Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло В канун зимних игр, когда он грустно повесил коньки на гвоздь, ему позвонил бывший товарищ по Хабаровскому Амуру Евгений Хацей Который тогда был генеральным менеджером хоккейного клуба «Кубань» и предложил тренировать будущее краснодарского хоккея После небольших сомнений Денис согласился И вот сегодня с гордостью уже рассказывает о своих воспитанниках на кубанской земле Я вам скажу, что на сегодняшний день, допустим, лучший бомбардир Санкт-Петербурга по седьмому году выступает за команду СКА Санкт-Петербурга Это воспитанник кубанского хоккея Данил Прохоров На сегодняшний день «Динамо Москва» пригласило на просмотр уже шесть человек с командой «Акула-2007» И я бы не сказал, что «Кубань» сильно отстает То есть мы, в принципе, уже наступаем им на пятки Поэтому все, дети везде одинаковые, как я сказал Все впереди у них И таких примеров, как Сергей и Денис, очень много Олимпиада прочно вошла в нашу жизнь Ее значение для всей страны колоссальное И выражается оно не только в количестве спорт-объектов Которые, как грибы после дождя, растут по всей России Но и в людях, которые все чаще выбирают лыжи и санки вместо домашних посиделок Олимпийское наследие продолжает жить Хоть тогда, в день прощения с Олимпиадой, казалось, что она ушла навсегда Создавая этот сюжет, в голове как-то невольно возник вопрос А с чем можно сравнить Олимпиаду и тем более ее последствия для Краснодарского края и Краснодара в частности? Наверное, с неким вечным человеческим двигателем Который, заработав однажды, теперь будет давать энергию подрастающему спортивному поколению всегда Антон Балзовский, Андрей Барбашов, телекомпания Краснодар История с убийством леопарда Кили в Абхазии обрастает новыми подробностями Напомним, как развивались события Леопард по кличке Кили был выпущен в дикую природу летом 2016 года на территории Кавказского заповедника В рамках программы по восстановлению реинтродукции перианезиатского леопарда По одной версии, он угодил в браконьерскую ловушку и был застрелен местными охотниками при попытках защититься По другой, в попытках освободиться, хищник почти отгрыз себе лапу, однако оставался живым Инцидент произошел в Гулрыбшском районе Абхазии, в 6 километрах от селения Ажара, в урочище Мрампа По словам очевидцев, леопард попал в капкан еще 27 января К моменту обнаружения дикого животного зажатая лапа, по сути, отмерла Сейчас в этой запутанной ситуации разбираются и журналисты, и правоохранители На одном из абхазских сайтов опубликовали информацию о том, что охотник выстрелил в краснокнижное животное случайно Рассказал абхазским журналистам об этом очевидец происшествия Якобы охотник хотел достать животное из капкана, в которое попал леопард Но хищник резко оживился и набросился на охотника, после этого прозвучал выстрел Была ли превышена самозащита, станет известно после необходимых проверок Но так или иначе, охотники с места происшествия скрылись Напомню, информация об убитом хищнике появилась 4 февраля вечером Что касается последствий, наверное, стоит объяснить, что на сегодняшний день на территории российского Кавказа В живых осталось только 4 леопарда, 3 самца и 1 самка Волна, Хун, Артек и Эльбрус Два из них находятся на территории Республики Северной Осетии Алания И два из них были выпущены на территории Кавказского заповедника Уже сравнили узоры пятен погибшего леопарда с имеющимися паспортами животных, выпущенных в заповедник Эксперты РАН подтвердили, что это килли На леопарде был спутниковый ошейник Обычно он держится один год, после чего он сам сбрасывается Но некоторые животные умудряются освободиться от них даже раньше Сейчас убийство хищника расследуется, те, кто совершили данное преступление, будут наказаны и, надеемся, справедливо Народный контроль в действии Мобильное приложение с одноименным названием в конце прошлого года запустил Общественный народный фронт И сегодня оно набирает популярность Эту технологическую новинку может скачать на свой смартфон любой житель и отследить, как исполняются указы президента В приложении отображены 12 тематических площадок Среди них здравоохранение, образование, жилье и городская среда, наука и даже цифровая экономика Для экспертов Общероссийского народного фронта очень важно не только учесть массовое количество участия в мониторингах Но после этого мы проводим круглые столы, экспертные совещания по проблемным вопросам наших жителей После этих совещаний мы вырабатываем предложения, которые лягут на стол президенту Российской Федерации и правительству Российской Федерации, чтобы они учитывали свои дальнейшие деятельности Предложение Народный контроль упрощает сбор данных и позволяет привлечь к участию большое количество граждан После завершения опроса программа фиксирует его итоги, подсчитывает количество участников и делает выгрузку по субъектам Федерации Краснодарский край и здесь в лидерах он занимает первое место по числу скачиваний приложения в России Его установили больше 2000 человек Первый круглый стол состоится уже завтра, 8 февраля, в ОНФ На нем обсудят показания палеотивной помощи жителям Кубани Перейдем к теме уборки мусора Возможно, не все знают, но сейчас в Краснодаре происходит ликвидация стихийных свалок С контейнерных площадок убирают негабаритные отходы, такие как мебель, строительные материалы, ветки деревьев А вот автомобильные покрышки оставляют У многих у нас в том числе возник вопрос, почему и что тогда с ними делать Анна Володина знает ответы на эти вопросы Смотрим Итак, сразу отвечу на первый вопрос Почему покрышки не убирают вместе с остальным мусором? Потому что они считаются опасным видом отходов И вывозить их на свалку и полигоны и оставлять там запрещено Отработанная резина огнеопасна и не подвергается биоразложению Поэтому покрышки для экологии зло не меньше, чем пластиковые пакеты Вопрос второй Что тогда с ними делать обычным горожанам? Отвечаю В Краснодаре пока нет постоянных пунктов приема покрышек Но регулярно, раз в три месяца в Кубанской столице проводят акцию по сбору опасных отходов И любой желающий абсолютно бесплатно может сдать автомобильные шины на утилизацию Кроме того, каждый месяц эко-субботники проводят в разных городах края В Краснодаре в том числе Ближайший пройдет в Геленджике 9 февраля Такие дни вы тоже можете сдать покрышки в частном порядке, невзирая на прописку Напомню, это касается только физических лиц С юридическими лицами история немного другая Согласно 89-му федеральному закону Они обязаны сдавать отходы не реже, чем раз в 11 месяцев Для этого нужно заключить договор с компанией, которая имеет специальную лицензию на работу с опасными отходами В нашем городе их десятки Затем оплатить расходы на вывоз и утилизацию В среднем цена для юрлиц 3,5 тысячи рублей за тонну Плюс 2,5 за доставку их в пункт приема Более точную информацию можно уточнить в межрегиональном управлении Росприроднадзора по Краснодарскому краю Республики Адыгея Далее, резиновые отходы ждут два пути Либо механическая, либо химическая переработка После чего из них сделают резиновые коврики, пиролизное масло, технический углерод или топливные бруски А главное, они не будут вредить экологии Согласитесь, нам всем уже пора повзрослеть и стать по-настоящему ответственными по отношению не только к себе, но и к окружающей нас природе А теперь о веселом Очередной выпуск программы «Пятничный Сафронов», который вы увидите уже завтра, вновь приготовила множество сюрпризов В год театра в гостях в нашей студии актеры краснодарской молодежки Полина Шипулина и Александр Киселев Их ждет традиционный шуточный блиц, из которого вы узнаете, как сыграть роль дерева, чтобы понравиться режиссеру Из чего на самом деле состоит радужный единорог и почему в школе отцовства в Краснодаре преподает женщина Также в День российской науки вы услышите испанский ремейк песенки Винни-Пуха и поучительный хор молодых краснодарцев Не пропустите новый выпуск развлекательного шоу «Пятничный Сафронов» в эту пятницу в 19.40 на телеканале «Краснодар» И в 0.30 на канале «Краснодар онлайн» Не сомневаемся, посмеетесь от души Вспомним, товарищ, мы Афганистан В выставочном зале боевой славы Краснодара открылась экспозиция, посвященная 30-летию вывода советских войск из Афганистана Ее уже посетило более 2000 школьников О том, какие экспонаты на ней представлены, расскажет Юлия Жизневская Эти ребята еще мало знают о той войне Они только начинают изучать историю И на многие вопросы пока ответить не могут Разглядывая экспонаты, видят имена своих земляков И сердце, говорят, сжимается от мысли, что все эти герои – кубанцы И потому слушают рассказы о краснодарских солдатах с особым интересом Их ордена, письма и личные вещи – живая история История, которую собирали не просто так Нужно помнить нашу историю, когда наши офицеры, солдаты, сержанты Выполняли задачи правительства по обеспечению нашей безопасности на поступках к нашей стране Поэтому надо знать их и подвухи, и героизм Я еще раз повторю, что и среди них много наших краснодарцев Их свыше 12 тысяч выполняли задачи в Афганистане Все, что находится в этом музее, вовсе не бутафория А действительно, личные вещи тех, кто прошел сквозь афганскую войну Например, здесь представлена форма одежды военнослужащих Так выглядели бойцы спецназа и разведки А эта форма – легендарная афганка Принадлежит краснодарскому ветерану боевых действий Подполковнику запаса Сергею Лешеву А еще блокнот со стихами и рисунками Документы, чековые книжки, афганская валюта и памятные сувениры Некоторые вещи, которые афганцы покупали в подарок И привозили в Советский Союз Ну, в данном случае, допустим, браслеты Мужской, женские, вот жены я покупал Мужской себе и часы Тогда был Советский Союз, дефицит всего Здесь вот паспорт закрытый Это паспорт, с которым я пересек границу Находился в Афганистане и потом выходил Я и не думал, что буду в Афганистане Хотя подсознательно предполагал Нас Родина готовила Родина сказала, надо Я, будучи лейтенантом с Дальнего Востока, сказал, есть Эта война длилась 9 лет и стоила жизни почти 15 тысячам советских солдат И только в мае 88-го стало окончательно ясно Что Советский Союз начинает вывод войск Интернациональный долг, как говорили тогда, выполнен Юлия Жизневская, Артем Статьюха, телекомпания, Краснодар О спорте Локомотив Кубань провел две игры на выезде И, наконец, вернулся в домашние стены И провел матч с немецким Skyliners Как это было, смотрите в следующем материале Краснодарский локомотив прибыл на домашнюю станцию После долгого отсутствия на всех парах Да так стремительно, что чуть не сорвал игру Из-за погодных условий мы провели 22 часа в Москве И в итоге добрались до Краснодара только в день матча в 3 часа За 5 часов до начала игры Матч, который ничего не решал для турнирной таблицы, но был делом принципа Сложившаяся домачивая ситуация была нерадужной Только что локомотив провел не лучшую выездную серию игр Что стало шоком не только для болельщиков, но и для самих ребят Поэтому немецкий Skyliners, который был явным аутсайдером группы, мог даже не рассчитывать на теплый прием Мы не были в Краснодаре около 10 дней Были два тяжелых матча с ЦСКА и Асфиллом Мы проиграли эти две игры Мы не показали то, что хотели И прежде всего у нас не получалась игра в атаке И сегодня мы хотели сосредоточиться и улучшить игру в нападении И в этом смысле я доволен сегодняшним матчем В результате довольны остались и болельщики красно-зеленых Ведь их ждал большой сюрприз Впервые за три месяца на площадке после травмы появился Мустафа Фаль Наш большой парень, напомним, что Росмустафы 2.18 Вступил в игру и проверил краснодарские кольца на прочность В большом перерыве стало известно, что в 1-4 Еврокубка Лока сыграет с казанским Униксом И судя по происходящему в последних четвертях Эта новость очень разудорила железнодорожников Даже внушительное преимущество в 20 очков не остановило игроков Они, не сбавляя темп, летели к концу матча, отрабатывая комбинации, атаки и защищая свое кольцо на максималках По итогу матч завершился со счетом 84-58 в пользу Лока На ринг за медалями в Краснодаре не прошло и месяца после завершения турнира всероссийского масштаба по боксу Так, следом за ним стартовал еще один На этот раз за призовые места будут бороться юноши Подробности расскажет Николай Новиков На боксерском ринге собрались более 100 юношей Чтобы выяснить, кто из них лучший в этом виде боевого искусства Это первый динамовский турнир всероссийского уровня Который проходит на Кубане среди юношей 15-16 лет Все, кто приезжают, уезжают отсюда с хорошим настроением, с хорошим опытом Поэтому мы только рады, когда такие соревнования проходят на кубанской земле Бокс, он говорит сам за себя, то есть это турниры постоянно на виду Поэтому ребята, мальчишки, девчонки в этот вид спорта охотно идут Сегодня город Краснодар является лидером в боксе На Спартакеаде учащихся и Спартакеаде молодежи последних лет Город Краснодар в командном зачете в крае занимал первое место Ну и, соответственно, в этом году тоже мы надеемся, что наши боксеры нас не подведут И займут первое место Бокс на Кубане любят Это один из самых массовых видов спорта в нашем регионе Организаторы крупных турниров все чаще выбирают столицу Юга для проведения подобных соревнований А вот гостям из северных городов, где трещат вовсю морозы Кубанская зима преподнесла подарок в виде плюсовой температуры И подняла настроение всем участникам Москва! Москва! Здесь собрались спортсмены практически со всех уголков нашей страны Цена победы очень высока Победители смогут получить звание кандидата в мастера спорта А также принять участие в первенстве России по боксу Участие в турнире принимают 103 юных боксера 15 из них – наши земляки По словам их тренеров, они прошли серьезную подготовку И способны побороться за призовые места турнира Любил заниматься спортом Я сначала играл в футбол Потом в 11 лет мне сестра предложила заняться боксом Ну и так началось Поначалу было, конечно, трудно Но потом чуть полегче Ну я настроен на победу, уверен Узнать имена победителей мы сможем уже в субботу Кроме физического совершенствования и воспитания характера Участие в соревнованиях под эгидой «Динамо» Дают преимущество тем, кто решил в будущем посвятить свою жизнь государственной службе Николай Новиков, Вадим Жалеев, телекомпания «Краснодар» А вот такой бокс нам не нужен Уже 8 февраля футболисты Мамаев и Кокорин, распустившие руки, могли бы выйти на свободу Но останутся в СИЗО еще на два месяца В том, что суд примет такое решение, многие не сомневались И сенсации не получилось Мой коллега Алексей Шулепов взялся оценить Был ли шанс у футболистов вчера из зала суда уехать домой И кому выгодно затягивать это дело Как он отреагировал бы, встретив краснодарца Мамаева в родном городе? Пожал бы руку Но эти вопросы сразу после выпуска новостей будет рассуждать Автор программы «Внимание Шулепов» Не пропустите Пока это все заметные новости Всего доброго и до встречи Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова